Начать сегодняшнюю программу я бы все-таки хотел с разговора о празднике Покрова Пресвятой Богородицы. Все-таки этот праздник упоминается еще с XII века в некоторых источниках. И почему-то вот на Руси, в России он получил такую известность и, можно сказать, популярность церковных праздников. Расскажите, что мы отмечаем, почему он настолько какой-то стал важный и родной, этот праздник, это событие? Мы отмечаем то, что снег выпал, как обычно. Думает большинство крещенных, но не вполне просвещенных, что Покров, снежный Покров, и праздник начался. Народный календарь еще иногда тоже об этом говорит. Ну да. Событие X века, если вспоминаете церковную историю, наши не вполне благочестивые предки, скифы, осадили город Константинополь. В надежде поживиться теми сокровищами, которые были за стенами. Ну и, как часто бывает, в минуту жизни трудную христиане собрались в храме, в местности Влахерн, в храме, чтобы обратиться к Богу, к Божьей Матери за защитой и Покровом. Сохранить, защитить. И во время службы произошло вот это удивительное событие, которое мы в истории именуем Покров Престой Богородицы, когда в храм с молящимся людям вошла Божья Матерь, с апостолами, со святыми, вошла в алтарь, встала, преклонила колено и слезно молилась за жителей Константинополя. И один из молящихся, ну как бы мы сейчас назвали бы его бомжом, потому что Андрей Христа Радио Родиевым имел вид человека бездомного и по сути был бездомный. Вот ему Господь открыл это удивительное видение, увидел Божью Матерь и своему ученику Епифанию говорит, посмотри, ты видишь? Он говорит, да, да, вижу и ужасаюсь. И вот Божья Матерь встала с колен и, сняв с головы покрывало, распростерла над народом. Ну как бы как защитный такой благодатный покров. И через какое-то время видение пропало, а помощь Пресвятой Богородице и благодатная помощь, и по результатам, то есть нападение скифов было рассеяно, то есть они чудесным образом отступили от стен Константинополя и в тот раз ничего не нажили. И как-то не странно, в Греции этот праздник не так значим, а на Руси он прижился, стал очень любимым, хотя, казалось бы, расстановка сил была наоборот. И это в каком-то смысле еще день народного единства. То есть если мы обратимся к иконе, которая вот на заднем плане покрова Божьей Матери, то увидим, что в храме и Христа ради юродивой, блаженной Андрей, и митрополит, и князь великий, и роман сладкопевец. То есть горе народное, оно объединяет все классы. И сейчас не знаю, где вот они собираются. Раньше, когда народ был такой вот искренне верующий, собирались в храме для общей молитвы. И тогда народные бедствия, они проходили стороной.